Приветствую вас на канале Техноарена, в этом видео я расскажу вам о 7 лучших смартфонах с хорошей камерой и мощной батареей. Наш топ я хочу начать с модели Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, которая может похвастаться AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Также стоит отметить, что корпус устройства имеет защиту от пыли и брызг уровня IP53. К покупке доступны две версии 8х256 и 12х256 ГБ. За производительность этого смартфона отвечает процессор Dimensity 1080, а в качестве графического ускорителя выступает Mali-G68. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 200 мегапикселей. В дополнение к ней идут сверхширокоугольный модуль с 8 мегапикселями и макромодуль с двумя. Фронтальная камера имеет на своем борту 16 мегапикселей. Девайс получил оболочку MIUI 14 на базе операционной системы Android S. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 120 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошую основную камеру, отличный экран, неплохой звук, шуструю зарядку, производительность и симпатичный дизайн. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива, которых абсолютное меньшинство. В описании к этому видео мы оставили ссылки на все смартфоны, представленные в нашем рейтинге. Там же вы найдете специальный скидочный промокод, который позволит вам сэкономить при покупке на Яндекс.Маркете. Успейте воспользоваться им. Далее в нашем рейтинге идет модель Tecno Phantom X2 Pro, которая обзавелась дисплеем AMOLED с диагональю 6,8 дюймов. Разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass Victus. Мне также хочется отметить, что к покупке доступна только версия с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти. Производительность этого смартфона обеспечивается процессором Dimensity 9000. А в качестве графического ускорителя выступает Mali-G710MC10. Основная камера может снимать с разрешением 50 мегапикселей. Ее дополняют телефотокамера тоже с 5-10 мегапикселями и сверхширокоугольный модуль с 13. Фронтальная камера получила 32 мегапикселя. Девайс работает с оболочкой HiOS 12 на базе операционной системы Android 12. Емкость батареи составляет 5160 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 45 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают добротный экран, флагманский дизайн, хорошую основную камеру, производительность и приличную автономность. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы сказать нечего. Хотя периодически все-таки встречаются отзывы с негативной окраской, коих абсолютное меньшинство. Ставьте лайки, если вам понравилась эта модель и не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий смартфон, о котором я хочу вам рассказать, носит название Samsung Galaxy A54 5G. К покупке доступны следующие версии 6х128, 8х128, 6х256 и 8х256 ГБ. Эта модель получила экран Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, разрешением 2340 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Также стоит отметить, что корпус устройства имеет защиту от пыли и воды уровня IP67. Производительность данного смартфона обеспечивает процессор Exynos 1380. А в качестве графического ускорителя выступает Mali-G68 MP5. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 50 мегапикселей. В дополнение к ней идут сверхширокоугольный модуль с 12 мегапикселями и макромодуль с 5. Фронтальная камера имеет на своем борту 32 мегапикселя. Девайс получил оболочку One UI 5.1 на базе операционной системы Android 13. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 25 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хороший экран, приличную автономность, достойную основную камеру, неплохую скорость работы и стильный внешний вид. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки речи не идет, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива. На очереди модель Xiaomi Poco F5, которая доступна в следующих версиях 8 на 256 и 12 на 256 гигабайт. Этот смартфон может похвастаться дисплеем AMOLED с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Также стоит отметить, что корпус устройства имеет защиту от пыли и брызг уровня IP53. За его производительность отвечает процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 725. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 64 мегапикселя. Ее дополняют сверхширокоугольный модуль с 8 мегапикселями и макромодуль с двумя. Фронтальная камера получила 16 мегапикселей. Девайс работает с оболочкой MIUI 14 для Poco на базе операционной системы Android 13. Емкость батареи составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 67 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают высокую производительность, достойную основную камеру, хороший экран, приличную автономность, шуструю зарядку и симпатичный дизайн. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы сказать нечего, хотя периодически все-таки можно наткнуться на отзывы с негативной краской, которых абсолютное меньшинство. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Realme 11 Pro Plus, которая доступна в следующих версиях. 8х256, 12х256, 12х512, 12 ГБ и 12 ГБ на 1 ТБ. Этот смартфон обзавелся AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 2412 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц. Его производительность обеспечивается процессором Dimensity 7050 5G, а в качестве графического ускорителя выступает Mali-G68. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 200 Мп. В дополнение к ней идут сверхширокоугольный модуль с 8 Мп и макромодуль с двумя. Фронтальная камера имеет на своем во рту 32 Мп. Девайс получил оболочку Realme UI 4.0 на базе операционной системы Android 13. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 100 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают приятный дисплей, хорошую основную камеру, производительность, шуструю зарядку и приличную автономность. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя конечно же отзывы с нотками негатива иногда все же можно увидеть. Предпоследний смартфон, о котором я хочу вам рассказать, называется Infinix Note 30 VIP. К покупке доступна только версия с 12 ГБ оперативной, двумястами 5-10-6 ГБ постоянной памяти, объем которой можно увеличить еще максимум на 2 ТБ путем установки дополнительной карты памяти формата microSD. Эта модель получила дисплей AMOLED с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Мне также хочется отметить, что корпус устройства имеет защиту от пыли и брызг уровня IP53, его производительность обеспечивает процессор Dimensity 8050, а в качестве графического ускорителя выступает Mali-G77MC9. Основная камера может снимать с разрешением 108 мегапикселей, в то время как фронтальная камера получила 32. Девайс работает с оболочкой XOS 13 на базе операционной системы Android 13. Емкость батареи составляет 5000 мАч, доступны быстрая зарядка мощностью 68 Вт и беспроводная мощностью 50. В своих отзывах пользователи обычно отмечают наличие слота для карты памяти и 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Достойную основную камеру, приличную автономность, шуструю зарядку, в том числе беспроводную, а также неплохую производительность. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, причем отзывы с негативной окраской встречаются очень нечасто. А завершает наш топ-7 лучших смартфонов с хорошей камерой и мощной батареей модель Xiaomi 12T, которая может похвастаться AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 2712 на 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. За производительность этого смартфона отвечает процессор Dimensity 800 Ultra, а в качестве графического ускорителя выступает Mali-G610MC6. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 108 мегапикселей. В дополнение к ней идут сверхширокоугольный модуль с 8 мегапикселями и макромодуль с двумя. Фронтальная камера имеет на своем борту 20 мегапикселей. Девайс получил оболочку MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 120 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хороший экран, отличную основную камеру, шуструю зарядку, неплохую производительность и приличную автономность. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива. Пусть их и абсолютное меньшинство. Напоминаю, что ссылки на все смартфоны, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Там же мы оставили специальный скидочный промокод, которым обязательно стоит воспользоваться, если вы хотите сэкономить при покупке. А у меня на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если наше видео показалось вам интересным и полезным. И не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Удачи!